Привет! Раз ты смотришь это видео, значит тебе по всей видимости интересно то, чем я занимаюсь, поэтому в этом видео я собираюсь немножко подробнее рассказать тебе про свой бусте, расскажу тебе, какие типа контента можно будет на этом бусте найти, расскажу тебе немного подробнее о том, чем вообще я здесь занимаюсь, за какую цену это можно найти, что именно тут происходит, тем более что с недавнего времени я очень серьезно расширяю то, что я хочу предоставлять своим дорогим и любимым подписчикам по платной подписке. И заодно отвечу на все-все-все вопросы, самые популярные, самые такие вот набившие оскомину по поводу того, что это такое и зачем это вообще мне нужно и как это все работает. Зарегистрированный я на бусте довольно давно и я долгое время практически полностью использовал его только для платного доступа к моим стримам, потому что стримы не сохраняются в записи и единственный способ их посмотреть это их коллекционировать вот например на этом сайте, ты можешь полистать там и увидишь много-много-много постов с записями стримов, потому что хочется собрать коллекцию. За небольшую плату люди могут открыть доступ полностью ко всей коллекции стримов, а веду я их уже почти год, поэтому там есть на что посмотреть. Ну а недавно я решил расширить список того, что будет доступно моим подписчикам на бусте и вот об этом я хочу сейчас подробно рассказать. Но прежде всего отвечу на вопрос, зачем мне вообще бусте? Ответ очень простой. С тех пор, как YouTube отключил монетизацию, с тех пор, как Spotify и Apple Music ушли с российского рынка, у контент-мейкеров встал серьезный вопрос. Что дальше делать? Как вообще писать музыку? Как делать контент? Как это все дело монетизировать? Потому что практически большая часть источников монетизации из интернета, она просто отключилась. Поэтому появился такой прекрасный сервис Boosty, аналог зарубежного Патреона, должно быть, ты знаешь о нем. И это сервис платной подписки в обмен на дополнительный контент автора. Ты поддерживаешь автора, взамен получаешь дополнительный контент. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу по производству музыки и контента, собственно, любого. Потому что даже если говорить про концертную деятельность, концерт ты не будешь проводить больше 2-3 раз в год. Поэтому единственная возможность постоянно какой-то контент производить, это придумать какой-то постоянный стабильный источник монетизации этого контента. И Boosty как раз один из таких сервисов. Сразу отвечу на вопрос, который мне задают. Что это не хочу снимать и записывать бесплатно, как все нормальные люди. Нет, ребят, я по-прежнему снимаю и записываю бесплатный контент. Любой человек может зайти ко мне 2-3 раза в неделю на стримы посмотреть. Любой человек может зайти ко мне в YouTube, посмотреть мои ролики, послушать мою музыку абсолютно бесплатно. Даже на Spotify, который уже не платит нам денег, вы все равно можете зайти и послушать мою музыку через VPN. Или если вы находитесь не в России. В общем, доступ к бесплатному контенту мой по-прежнему сохраняется и будет сохраняться. Я по-прежнему бесплатного контента делаю очень-очень-очень-очень много. Но есть очень много классных разных форматов, которые залетают людям, люди хотят их и требуют, и в интернете пишут об этом. На производство которых действительно нужны время и ресурсы. Например, разборы песен. AsperX очень много кто просит. Обзоры новостей, которые вызывают на стримах. У нас огромный ажиотаж, особенно с учетом того, что шоу «Осуждаю», которое у нас было с моими коллегами недавно перестало выходить в эфир. Поэтому обсужденные новостей тоже вызывают ажиотаж. Подкасты разного рода и еще всякие мои сайт-проекты, всякие мои каверы, всякая моя музыкальная движуха, которой я занимаюсь. И на которую тоже нужно время, тоже нужны ресурсы для того, чтобы вас этим радовать. И в рамках стримов я не имею, в общем, подолгу останавливаться на одном формате. Например, новости или вести какой-то подкаст или какую-нибудь интересную тему. Потому что у меня стримы, те, кто из вас, кто на них был, знают, что это стримы в формате вечернего шоу. И большая часть внимания там уделяется общению со зрителями. А все-таки для того, чтобы делать полноценные ролики какого-то определенного формата, ресурсы должны быть более существенны. Среди них и оплата аренды студии, и монтаж. Оплата работы монтажера — это и свет, и износ оборудования. Вот это все, что вы видите, это все постоянно требует ухода, постоянно требует обновления, постоянно требует ресурсов, которые, в общем, и составляют статью расходов на производство таких вот замечательных видеороликов разного формата. Монетизация на YouTube в текущих условиях не покрывает даже 10%. Вот сейчас у вас на экране скрин моего дохода за последние три месяца. С моего канала это при том, что у меня есть ролики-миллионники. Поэтому, как вы понимаете, лишившись доходов со стриминговых сервисов, с YouTube я лишился возможности как минимум выходить на самоокупаемость в производстве контента разного формата. Ну а я решил часть этого контента, часть этих форматов перенести на Boosty. Тем более, что далеко не все новости, далеко не все разборы, далеко не все фанфики, которые вы просите мне прочитать, я готов обсуждать в публичном поле. Во-первых, потому что некоторые из них прям действительно жесткие. Я сейчас не только про фанфики, я сейчас и про новости, и про какие-то там моменты тоже из моей музыки, о которой мне хотелось бы более лично поговорить. Во-первых, это, ну, просто так, наверное, слишком жестковато бывает. А во-вторых, есть правила платформ. Например, платформа Twitch. Она, я чую, как она уже принюхивается к моим стримам и вот-вот даст мне первый страйк. И мне очень не хотелось бы этого раньше времени. Но здесь у нас на Boosty есть прекрасная возможность вообще без цензуры. Без каких-то бы то ни было купюр. Без какого бы то ни было контроля со стороны делать тот контент, который мы с вами посчитаем нужным. Обсуждать это таким языком, которым мы посчитаем нужным. И обсуждать те темы, которые мы посчитаем нужным. Потому что Boosty никак не контролирует контент, который всегда выкладывается. Так что у нас есть с вами возможность работать вообще без модерации. В том числе со стороны всяких дядек с Twitch'а. Большой спрос. Есть на разборы объяснения песен Asperix. Ролики на моем канале неплохо собирают на эту тему. Поэтому по базовой подписке первого уровня вы получите именно разборы раз в неделю. Кроме доступа к моим стримам, кроме дополнительных текстовых постов в Boosty. Вы получите один раз в неделю ролик с разбором творчества Asperix. Причем это все можно будет выбирать в комментариях, писать, обсуждать. В Boosty здесь, вот на этом сайте можно будет это все делать. С новостями отдельная история. Потому что я уже сказал, что новости вызывают большой ажиотаж. Но при этом, при всем, у нас есть момент с цензурой. И эту цензуру прекрасно решает Twitch. Так что мы сможем здесь, на подписке второго уровня, раз в неделю делать большой часовой выпуск с разбором новостей. Где уж точно можно не стесняться в выражениях. Точно можно не стесняться в темах для новостей. И обсуждать все таким образом, так как оно и есть. Я не буду здесь ограничен ни форматом Twitch'а, ни какой-либо цензурой. Это будет честный часовой разбор без купюр один раз в неделю. Мне даже не понадобится вот эта моя замечательная пикалка. Я буду обходиться без нее. Просто могу материться. Блин. И, наконец, третий уровень подписки. Это еще два дополнительных ролика в месяц. Один из них это прочтение фанфика по AsperX. На ваш выбор. А второй это полюбившийся многим подкаст кофе с молоком. Который я выпускал в аудио формате. Периодически в тяжелые времена. Сейчас я хочу перевести его в часовой формат. Делать его раз в месяц. Перевести его в видео формат. И раз в месяц делать ролик, где я буду кратко делиться планами на будущее. Подводить итоги месяца. Где я буду рассказывать какие-то личные вещи из жизни. Обсуждать что-то наболевшее. Рассказывать тайные планы, замыслы и так далее. В общем, я буду максимально вне образа на этих роликах. Буду максимально честен, максимально настоящий. Вот такой, какой есть. Подкаст планируется раз в месяц, по идее. Но если все пойдет хорошо. Если у нас будет достаточное количество людей на третьем уровне. То мы переведем его на раз в две недели. Кроме того, у нас второй и третий уровень дает доступ к секретному телеграм-чату. На этом телеграм-чате я появляюсь часто. Пишу всякие кружочки. Скидываю иногда демки. Мы с вами общаемся. Мы с вами можем поговорить там в любой момент. Кроме того, уровень третьего, третий уровень доступа дает возможность в целом... Ой, не третьего, а высшего доступа. Про него мы сейчас говорим. Он называется Level Max. Он дает доступ вообще в целом. Мы можем с вами общаться в телеграме просто в личных сообщениях. Это автоматически происходит. Помимо прочего, максимальный уровень подписки предполагает доступ к моим демкам, черновикам, каверам, сайт-проектам, архивам, которые размещены на сайте asperix.shop. А это значит, что там есть еще и песни в несжатом формате. Там есть арты в высоком разрешении. Там есть инструментальные версии, композиции. Короче, чего там только нет. Абсолютно все, чем я могу вообще поделиться с музыкальной точки зрения, включая все там черновики, первые версии какие-то, еще кучу всего. Все это можно найти тоже на Boosty на максимальном уровне доступа. Это для самых уже отчаянных, отбитых, самых богатых и обеспеченных моих слушателей. Так что у нас всего есть четыре уровня доступа. Первый — 333 рубля в месяц. Второй — 666 рублей в месяц. Третий — 999 рублей в месяц. И максимальный — 3333 рубля в месяц. Все вопросы, которые у вас остались, можно прочитать в документе, который прикреплен вот к этому же посту. Там ниже можно его скачать. И почитать как следует. Но если вкратце, это все. Подписывайтесь, выбирайте уровень. Мы будем с вами здесь встречаться часто. Потому что моя задача — собрать здесь свое тесное комьюнити людей, которым мне все равно на то, что я делаю. Которые хотят много хорошего качества контента. И вот я хотел бы к ним прислушиваться и с ними тоже советоваться по этому поводу. Здесь мы часто будем обсуждать какие-то новые вещи по поводу музыки AsperX. Встречаться на закрытые стримы. Если у нас нормальный человек соберется, будем встречаться на закрытые стримы здесь. И здесь, конечно, это будет совершенно другой формат стримов, не такой, как на Твиче. Так что подписывайтесь. Буду вас ждать в нашей уютной Boosty семье. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Пока.